Здравствуйте! Начнем наш выпуск с главной на сегодня на протяжении обозримого времени темы – участия наших атлетов на Олимпиаде в Париже. Как стало известно, глава МОК Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили этот вопрос на днях в рамках личной встречи. Известно, что чиновники сошлись во мнении, что спорт должен быть автономным от политики. Макрон отметил, что поддержит участие наших российских атлетов на Олимпиаде 2024, которая пройдет в столице Франции. Звучит красиво, точнее популистки, но давайте попробуем коротко понять суть данных выводов. Первое. Как вообще можно говорить цитата? Об автономии спорта от политики, когда рассматривается только участие нашей делегации в нейтральном статусе, без флага и гимна. На мой взгляд, получается достаточно лицемерное решение со стороны Баха и Макрона. Далее. Некоторым спортсменам добраться на Олимпиаду становится все сложнее, поскольку стремительно набирают обороты квалификационные соревнования, а также конкуренты растут в рейтингах. Дополнительный отбор для тех, кто не был допущен ранее, мог делать и не думают. Это уже отмечено в организации. Получается, это тоже автономия спорта от политики? Красиво посидеть напротив камеры, улыбаться друг к другу. Наверняка это Герр Томас и Мсье Муной считают автономией спорта от политики. И еще в самом начале нашего выпуска сборная Беларусь по футболу отправилась в свое уже ставшее классическим домашнее выездное турне, которое уместит в себя матчи против Израиля и Косова. Все поединки пройдут в Венгрии. Георгий Кондратьев уже дал объемное интервью проектом Белтель радиокомпании, программе «Арена» и порталу «Спортфайфбюай». Посмотрите и почитайте. Здесь же давайте послушаем рассуждение капитана Минского «Динамо» и защитника сборной со стажем Сергея Политевича. Матчи с Израилем и Косово, на них, наверное, только набирать очки и едем. Ну, естественно, я уже говорю, что здесь громких фраз не нужно, да, уже банально говорить, мы едем там побеждать или что. Нужно ехать, показывать игру, добивать хоть какого-то результата в нынешней ситуации для нас положительного. Положительный результат – это будет не проигрыш в любом случае. Ну, слушайте, когда ты выигрываешь, там, не знаю, сколько там, 26 игр или 25 там игр, естественно, внутри какое-то состояние не очень хорошее. Но то, что команда выходит, там, не верит и выходит проигрывать, такого, конечно, нет. Но психологически, естественно, нам нужна эта победа в любом, хоть у кого-нибудь нужно выигрывать, уже Израиль, Косово, Германия, Франция, без разницы. У кого нужно выходить, выигрывать, чтобы идти дальше, потому что от этого дна нужно отталкиваться. Вера теряется, когда приезжаешь в сборную и понимаешь, что опять проиграли, опять там какая-то ничья, опять проиграли. Она нам нужна, как воздух. Многие вот так говорят, что, если честно, не хотят к Георгию Петровичу ехать в сборную. Есть такое, вот вы видите? Ну, я не знаю. Я сейчас еду в сборную, и кто там тренер, в принципе, не… Я и в прошлый раз говорил, что я, когда не готов на 100% сборной помочь, ну, я не вижу смысла туда ехать. Сейчас я готов, и будем сражаться. Слушайте, ну, здесь комплекс. Давайте будем честны, здесь комплекс. Виноватый тренер, виноватые игроки, виноваты все. Если нет результата, в любом случае есть виноваты. Не может быть такого, что мы охата с краю, что мы проигрываем. Игроки хорошие, у нас тренер плохой. Либо наоборот, тренер у нас хороший, а игроки плохие. Мы проигрываем все вместе, и, в принципе, это, ну, это видно по результатам, что здесь нету какого-то плохого, нету хорошего. Здесь все плохие, потому что мы не выиграем. Ну, вот тогда уже последний вопрос для болельщиков. Вы видите, реально у нас есть шанс все-таки на евро, или даже в такой вот средней, скажем так, группе все без шансов? Слушайте, ну, вот до этого вопрос вы задавали, в плане того, что оттолкнуться. Давайте оттолкнемся от этих игр, и после этих игр уже будем оценивать. Потому что, ну, будем честны, банально, если мы сейчас две игры там не оцепляем, не набираем какие-то там хотя бы, там, не знаю, 4 очка, 6 очей, то уже шансов не будет. Лично мне кажется, что всегда нужно начинать с себя. Совершенно не понимаю тех, кто подключается к дискуссии об игре сборной исключительно в негативном контексте, не находя в титульной команде белорусского футбола, который не по своей прихоти приходится играть не на родных аренах, нечто конструктивное. И в этом ростере есть немало и талантливых белорусских парней, и игроков с интересной личной историей. Сборная Беларусь по футболу – это рожение и нашего футбола, и отчастие нас с вами. Давайте с себя и начнем. Напомню, что вы смотрите «Спорткадр» – главную мультиспортивную программу белорусского телевидения. После анонса раскроем главные темы. 30 минут играем в правильном направлении, забиваем голы, имеем преимущество, а потом начинаем просто действовать не так, как договаривались, и из-за этого мы начинаем страдать. Дюжина туров позади. Динамоминск продолжает укрепляться в ранге фаворита. Отметим такое же количество мячей молодого форварда Шахтера Карпицкого. 2 плюс 1 Ислыча и 12 голов в гонке бомбардиров. Алло! Байдер Байдер! Никита! Алло! Никита Вайлупов – чемпион Венгрии, а Мешков Брест – победитель Сеха Лиги. В финале повержен Минский СКА. Об армейцах остановимся экспертно. Мы взяли этот титул. Я крайне горд за команду. У меня состояние достижения максимального результата. Наконец ближе познакомимся со старшим тренером женской команды по биатлону Романом Малухой. Эксклюзивно понаблюдаем за трудовыми буднями прекрасной половины белорусского биатлона. Дерби динамовских коллективов – центральная афиша 12-го тура Высшей Риги. И по его итогу вновь подчеркнуты чемпионские амбиции столичного клуба, как бы к этому кто-то не относился. Но главное, что именно этот матч в центральной туре в нашем репортаже. Также обратите внимание на уверенную игру форварда Шахтера Карпицкого, у которого 2 плюс 1 матч из Ислыча и уже 12 голов в бомбардирской гонке. Также обращать на себя внимание уверенный ход Гродницкого-Немана. В общем, все это в одном материале собрал наш футбольный обозреватель Александр Якубовский. Давайте немножко отлечемся от такой неприятной темы в нашем футболе, как договорный матч. Почти две недели без официальных матчей. Футболисты Минского «Динамо» прошлый тур пропускали. Но на игровом тонусе команды это никак не сказалось. Играли двусторонку с дублирующим составом. Кто больше играл, чуть дали отдохнуть. В целом, нет, тонус был хороший. Так что, ну, игра, в принципе, показала. И первый тайм показал, движение хорошее. И второй, я думаю, что, в принципе, мы не сбились с этого ритма. Провели контрольный матч с нашей молодежью. И для них тоже это очень важно быть и ощущать, что они завтра могут оказаться в главной команде. Кто-то тренируется с нами, кто-то может завтра оказаться, если будет проявлять себя. А таких достаточно ребят, которых перспективных. И в будущем они могут быть в главной команде. Поэтому не было у нас никаких проблем. А сейчас то же самое. Да, кто-то уезжает в сборную, кто-то остается. Я дал три заслуженных выходных ребятам, да, чтобы они немножко перевели дух. А затем у нас будут и двухразовые тренировки. И 18-го мы контрольный матч с Минском проведем. Как раз в столичном дерби с Минском до паузы динамовцы потеряли очки на последних секундах. После чего сделали серьезную работу над ошибками. Без моментов, скажем так, пропустили гол. Конечно, обидно. И терять очки с такими соперниками, которых нужно обыгрывать железно, ну, естественно, было неприятно. Наверное, это урок, что надо забивать больше одного. И последние минуты проводить еще более собранные и сконцентрированные. И, ребят, я тоже перед этим матчем настраивал. Ребят, не надо раскачиваться, не надо, условно говоря, ждать, чтобы по счету и так далее. Что мы сейчас вот-вот дожмем, вот-вот дожмем. Нет. Надо с первой минуты и до финального свистка брать инициативу в свои руки. Забивать один, два, три, вот как сегодня и случилось. И чтобы вот в той ситуации, где Сережа Политевич ошибся и мы пропустили гол. Ну, бывает человеческий фактор. Ничего страшного. Не могу я упрекнуть команду в том, что вот эта ошибка там каким-то образом. Но она не повлияла на результат, потому что четыре забито. Вот таким образом. Вот такой футбольный шедевр на старте Динамовского дерби исполнил Артем Быков, а к 25-й минуте Владислав Морозов оформил свой очередной мяч. Несмотря на комфортный перевес, в раздевалке столичных ждала не самая приятная беседа. Я думаю, что немногие тренеры, введя в счете 2-0, будут какие-то претензии команде предъявлять. Я это сделал. То есть получается так, что мы 30 минут играем в правильном направлении, забиваем голы, имеем преимущество, а потом начинаем просто действовать не так, как договаривались. И из-за этого мы начинаем страдать, потому что соперник, имея быстрых игроков в группе атаки, это Гордичук, Цыпинков, они начинают нам создавать проблемы. Потому что мы теряем на коротке мяч, о чем мы не договаривались. И естественно, что не успеваем отбирать его после того, как теряем. И на свободном пространстве эти футболисты, конечно, могут создавать проблемы. Где-то в уме главком Минчан держит квалификацию Лиги конференции. До первого раунда остается практически месяц. За это время нужно успеть и усилиться. Всегда тренеру хочется, и мы не исключение, чтобы какая-то одна-две позиции мы еще усилили конкуренцию, для того, чтобы во второй части с учетом Еврокубков, с учетом оставшихся матчей в чемпионате и с учетом кубковых матчей, еще нового розыгрыша, конечно, нам нужна и ротация, и нам нужна хорошая, здоровая конкуренция. Безусловно, одного-двух футболистов нам бы хотелось заполучить. Конкретики нету пока, естественно, предлагают, селекционные отделы ребята присылают, именно те позиции, которые я акцентирую внимание. Но не буду сейчас пока об этом говорить, но есть определенные позиции, где мне бы хотелось чуть-чуть увеличить конкуренцию. Конечно, мы хотим, чтобы и рейтинг нашего белорусского футбола повышать именно в Еврокубковой кампании. Ну и, естественно, каких-то результатов добиваться, потому что давненько мы уже не приезжали к нам команды хорошего европейского уровня. Конечно, мы тоже мечтаем о том, чтобы быть в группе Лиги Конференции. Здесь самое главное – ребятам давать импульс и давать возможность прогрессировать, для того, чтобы они, прежде всего, сами поверили, что мы, белорусские клубы, способны доходить до групповых стадий в Еврокубках. Ну, как минимум, Лиги Конференции. Если случится в ближайшие годы, что кто-то попадет в Лигу чемпионов, как когда-то это сделал футбольный клуб Батэ, это будет очень великолепно. Но это кропотливая работа, и к этому нужно стремиться. Не надо быть пессимистом, не надо думать, что у нас все плохо, надо работать просто. И это обязанность и стремление тренеров повышать, повышать, повышать. И тренировочный процесс улучшать, и физические кондиции, и ментальность самое главное. Потому что, когда со всех сторон говорят, что у нас футболистов не хватает, у нас уровня не хватает, сборная играет неудачно, клубы играют неудачно. Естественно, что если человеку так и футболистам постоянно говорит, что у нас все плохо, ну у них так и откладывается в голове. А когда есть какая-то искра, есть вдохновение, ребят, давайте работать, давайте стремиться, давайте попробуем, мы способны, чем мы хуже условных Армении, Грузии и так далее, тех команд, которые участвуют в Лиге Конференции, чем мы хуже, мы лучше даже можем быть. Но так надо веру давать этим ребятам и работать с ними, а не просто словами это говорить. Поэтому мы делами хотим доказывать. Куда более приземленные задачи у «Динамо» из Бреста. В дерби брещане уступили 1-4, а в 12 играх сумели набрать всего 7 очков. Штормит. Результат очень плачевный, но мы понимаем, почему так происходит. Потому что мы очень легко даем сопернику делать определенные вещи. Что именно? Забирать голы, например. Я думаю, что предпосылок у нас было не меньше, а то, мне кажется, может, острых даже и больше. Но мы почему-то свои возможности не можем воспользоваться, сопернику даем это сделать. Мы побаиваемся соперника, мы не агрессивно идем в отбор. Ну, то есть совокупность факторов. Нужно иногда, чтобы футболисты были более высокого класса, чтобы исправить это быстро. Если исправить это, то нужно в долгую. Возможность усилиться будет трансферная? Может, обговаривали это как-то в этот момент с руководством? Ну, это тяжелый вопрос. Ну, по крайней мере, думаю, что кем-то мы усилимся. Смотрите, сегодня вот вышли на поле и Михаил Гордеичук, и Дмитрий Зинович. Это говорит о том, что штрафы они оплатили, и они продолжают играть. Точно так. Ну, Миша, по-моему, подавал апелляцию, но чем-то он закончил. Ну, понятно, что, наверное, ничем, если он оплатил. Как-то клуб им помогал в этом, или это все они со своего кармана? Я не знаю, я в этом не участвовал, поэтому ребята разбирались сами. Переместимся в Солигорск, где хорошо себя проявляет 19-летний витебчанин Егор Корпицкий. В матче с Ислачей он не только оформил дубль, но и выступил ассистентом Антона Шрамченко. 3-0, разбиты волки. А в гонке бомбардиров форвард Горняков на три мяча опережает ближайшего преследователя Владислава Морозова. Ошибается здесь Ислач, дубль от Корпицкого. Неман прямо сейчас главный конкурент Минского Динамо в турнирной таблице. Клуб Игоря Ковалевича не знает поражений в 10 матчах чемпионата. А в прошедшие выходные при равной игре гродненцы дожали славе у Ивана Биончика. Павел Савиский реализовал пенальти в концовке. Все-таки с такими командами надо играть очень осторожно. У нас было несколько невынужденных ошибок, когда мяч уходил на угловой. Мы неправильно делали штрафные, где они могли реализовать. Поэтому, в общем-то, наш план на игру, который мы планировали, сработал. Результаты всех матчей 12-го тура на ваших экранах. Торпеда Белас так и не знает поражений в текущем розыгрыше. Единственная команда, которая набирает очки в каждом матче. Седьмое поражение к ряду терпит Нафтан. Не идет у новополочан и с Альбертом Рыбаком. В подвале таблицы без изменений. Белшина, Шахтер и Энергетик БГУ все еще с отрицательным балансом в графе набранные очки. На вершине же таблицы тройка лидеров удаляется от конкурентов. Динамо возглавляет чемпионскую гонку. В двух баллах идет Неман и в трех пунктах Торпеда Белас. 13-й тур возьмет старт после международной паузы 23-го июня. Гонбольный клуб «Мешко Брест», который всего лишь два года тому назад играл в четвертьфинале Лиги Чемпионов, остается нашим титульным клубом и в это непростое время. Выиграв чемпионат стороны УСКА, мешковцы победили и в Сехо-Лиге, афиша финала которой оказалась белорусской. О Бресте в нашей программе сказано уже немало, но сегодня Станислав Липский сделает акцент на Минском СКА. Во-первых, чего не хватило для более успешного завершения сезона и вообще, как сделать более весомый шаг к проекту, который выступает под таким знаменитым белорусским спортивным брендом. Вот он, ключевой эпизод финала Сехо-Лиги. Армейцы из столицы отбились в защите, Кривенко убегал в быстрый отрыв, но пас от Белявского получился не самым удачным. В итоге нападение СКА сдержали мешковцы. А получив 9 метров на последней секунде финала, Камышик просто физически никак не мог пробить вот такую стенку шумака и компании. Мишков Брест впервые в истории завоевывает титул чемпионов Сехо-Лиги. Мы взяли этот титул. Я крайне горд за команду. Мы, спортсмены, работаем для людей, которые приходят насладиться игрой и любыми соревнованиями. Есть мотивация от них, и мы ее чувствуем. Мы не можем сыграть плохо на сегодня. Мы это доказали. Брещане уже отправились в отпуск, а вот гонболисты СКА еще неделю будут плавно завершать сезон. Сегодня с холодной головой о причинах поражения СКА рассуждает лидер Минчан Дмитрий Камышик. Хотели доказать, что мы все-таки что-то можем после плей-оффов чемпионата. И хотя бы взять Сехо-Лигу. Но опять же упустили, как всегда, на тоненького один мяч проиграл. Я, наверное, давно так не уставал в сезоне. И ребята тоже устали. Но вот сейчас вот недельку поработаем, в отличие от остальных бездельников, которые уже ушли в отпуска. Мы немного поработаем, а потом отдохнем, отпустим свою голову. И с новыми силами пойдем дальше. И я думаю, это будет... Следующий будет сезон еще лучше, чем это. И, соответственно, для тебя в качестве игрока. Я думаю, да. Владислав Кривенко логично также не просто переживает поражения в финалах и Сехо-Лиге, и чемпионата Беларуси. Сравнивая последнюю ситуацию, кстати, с недавним финалом Восточной конференции NBA. В Майами выигрывало 3-0, и Бостон сделал камбэк до 3-3. И в последней игре у них лидер Тейтум играл, сказать, можно на одной ноге. И, конечно, мы бы могли такой же камбэк сделать, но... В чемпионате. Ну, мы делали камбэк, почти сделали, я бы сказал, но да, в чемпионате. И вот совсем не хватило чего-то. Если у СКА резерв шагнуть вперед, учитывая, что наверняка летом, да, может быть, даже и ты, но смейнет клуб. Ну, конечно, есть. Всегда сделать шаг вперед. Причем у нас есть обида большая, то, что мы не выиграли чемпионат, хотя были в этом году все возможности, но... Изменение регламента сыграло с вами злую шутку. Так бы вы выиграли. Согласен, согласен. Лучше бы было турнирное положение, так сказать, мы бы уже чемпионами были. Но, я думаю, это какая-то большая мотивация нам обыграть все-таки Брест в следующем году. А вы вот, кстати, внутри, с брещанами, с кем-то, там же и парни есть ваши, тот же Алёхин. Общались, пересекались, списывались? Вот есть какая-то внутренняя поддержка или вы прям жесткие враги? Ну, на площадке мы, конечно же, не друзья. А вне площадки, конечно, с некоторыми ребятами я хорошо общаюсь с тем же Колей Алёхиным. Мы видимся, поддерживаем, ну, хорошее общение у нас. Что он сказал, типа? Когда мы вышли в финал, он, ну, в шуточной форме сказал, опять с вами. Но это же была шуточная форма. И, конечно же, я вам еще скажу, что очень хотелось с ними сыграть в финале и обыграть их. Дима, порассуждай об уровне сборной. Вот мы полтора года не играем, откатимся или нет. Наши ведущие игроки в Европе видны, с камешков борются внутри. Сеха лига, твое мнение? Ну, я не думаю, потому что вот эти ребята, молодежь, которая сейчас у нас есть в Беларуси, в чемпионате Беларуси, я думаю, они наберут форму и подойдут в форме, когда нас допустят до каких-то европейских арен и игр. Будет тяжело, я думаю, просто психологически для ребят, когда надо будет выходить с европейскими сборными играть. Чисто психологически, а в физическом плане, я думаю, это не надо. Мы не на много, мне кажется, там игра, матч, второй матч, и ребята наберут и в психологическом, и в физическом плане уверенности, и игру, и я думаю, дальше сборная покажет. Но это нужно опять же время. Когда нас допустят, мы не знаем. Сегодня Самойло уезжает в Плодзак, в Польшу, в чемпионат, который боролся с кельцами тоже кость в кость. В Лиге чемпионов ребята добились. То есть ребята все равно куда-то уезжают и куда-то продвигаются выше. То есть, значит, добавляют, работа идет. На этом «Точка» сезон 20, 22, 20, 23 в белорусском гандболе закрыт. Из завершения гандбольной темы хочу поздравить с победой в чемпионате Венгрии фрауокрайнего сборной Белоруссии Никиту Вайлупова, который выиграл этот титул в составе клуба «Веспрем». Да, в Лиге чемпионов немножко не получилось, не удалось выйти в финал четырех, хотя команда была совсем близко, но я думаю, что тем не менее дебютным сезоном в Европе Никита может быть вполне себе доволен. Алло, Майдер Байнас! Алло! Женскую сборную Беларусь по биатлону в новый сезон победет Роман Малуха. Специалист, может быть, широкому кругу не сильно известен, но спортит, конечно же, свой человек. При этом, несмотря на молодость, уже опытный и прогрессивный. Ранее выступал в составе юниорской сборной Беларуси по биатлону, работал и тренером по стрельбе в составе уже национальной команды. Ну а сейчас будет руководить женским коллективом, за исключением Динары Смольской, которая, как известно, работает с мужской сборной, но и, к тому же, совсем скоро возьмет паузу. Ну вот поэтому мы и заглянули в Раубичах, чтобы, во-первых, узнать амбиции молодых мам на профессионале спорта, а также ближе познакомиться вот с тем молодым человеком, который наверняка поведет нашу женскую команду к Олимпиаде 2026. Начал я свой путь к биатлоне с города Новогрудка, с детской и юношеской спортивной школы. Вашему вниманию Роман Малуха, представитель еще одного плодовитого на биатлонные кадры и талант региона Беларуси. Втянулся в этот вид спорта, понравился не сразу. Для начала переходил в греко-римскую борьбу, но с моими кондициями мне пришлось понять, что, наверное, все-таки циклический вид спорта для меня будет эффективным. Так и вышло. Учился биатлону в легендарном Новополоцком училище, был спортсменом юниорской сборной. Дальше не пошло. Дальше, по мере роста, развития своего организма, немножко столкнулся я с различными травмами. Там и перелом челюсти, и перелом ноги, и перелом руки. Поэтому результаты немножко начали падать. И поэтому я, наверное, в какой-то момент решил, что надо закончить немножко свою спортивную карьеру, приостановить ее. Но развиваться в направлении биатлона мне всегда хотелось. БГПУ – следующее место спортивной науки Романа и применение знаний на практике. Вот рассуждение на эту минуту. Тренерская деятельность, она на самом деле очень тяжелая. Потому что надо и в психологическом плане разбираться очень хорошо. Это даже, можно сказать, один из основополагающих факторов. И в этом году решено, скажем так, не разбить женскую команду, а немножко направить в разные стороны. Потому что, учитывая, что пришла группа молодых спортсменок, которые еще совсем неопытные, но уже, в принципе, зарекомендовали себя на юниорских соревнованиях, на юношеских соревнованиях, они включены в состав национальной команды. И вместе с ними включен в состав национальной команды молодой тренер-специалист Малуха Роман Вячеславович, который, в принципе, работал с этой молодежью. Сера Лещенко будет работать со своим личным тренером, готовиться в составе национальной команды, но проходить подготовку под управлением личного тренера. Анна Соло тоже проходит подготовку на национальной команде, но по индивидуальному, соответственно, тоже плану подготовки. Здесь немножко, как бы, такой общей команды. Он такой, наверное, не получится всех готовить по одному плану. Поэтому вот решено было, скажем, назначить ответственность за подготовку женской национальной команды, руководством федерации, принять таких ряд кадровых решений и пригласить молодого специалиста. В понедельник Рабича было ветрено, что чуть охлаждало тренировочную работу для нашей прекрасной половины сборной Беларуси. А женский биатлон – это как минимум красиво. Можно было заметить и звезду российского биатлона Антона Бабикова, который здесь проводит сбор. Но нас сегодня интересовал не он. Мужчины в качалке традиционно закачивали мышцы. Вероятно, летом состоится горный сбор, нужно подойти во всеоружие. Среди ребят традиционно и Динара Смойская, которая готовится стать мамой, но свой тренировочный план старается выдерживать. Где-то план корректируется, но в общем-то я иду вместе с ребятами по их плану. Там, конечно, поменьше выходных дней, но мне это устраивает. Я видела, как и другие девчонки, будучи в таком положении, тренировались из других видов спорта. Я со многими общаюсь, поэтому такой опыт тоже нужен и тоже интересно. Поэтому как у меня будет, я, конечно же, не знаю. Я думаю только о хорошем и самом хорошем раскладе. Поэтому с такой надеждой на то, что будет все, как хочется мне. На самом деле, когда знаешь историю о том, что до последней недели кто-то тренировался, я подумала, что когда у меня случится, это я дам себе отдохнуть, я дам себе соскучиться по спорту. Но это не так просто, потому что мы все-таки каждый день тренировались и отдаемся каждый день этому. Поэтому я чувствую, что когда я хотя бы один день провожу без нагрузки, мне не так просто. Не скажу, что я прям даю себе волю какую-то. И на самом деле это немножко такое расслабленное состояние для головы, когда ты понимаешь, что тебе не нужно каждый день быть лучше, чем ты был вчера. И вот эти вот все сложные мысли в голове, они, конечно, сейчас ушли. И все направлено у меня в другую сторону, и это меня радует, потому что все-таки тренироваться вот так каждый день, это не так просто. Вообще у меня ничего не поменялось, я живу так, как жила. Наверное, в этом кайф, что жизнь не меняется, все идет, продолжается дальше, и мне не нужно подстраиваться под какие-то особенности. Спортсменки женской сборной в первой половине дня тренировались кто на роллерах, кто кроссом, кто на роллерах, но без палок. Анна Соло это межсезонье работает по индивидуальному плану, Ирина Лещенко – индивидуально, но по общему. У тебя планы, поясни, индивидуальные, да, отчасти, либо как у тебя сейчас рабочий процесс строится? Ну, не то, что сказать, что бы индивидуальные, я просто где-то, немножечко какую-то работу другую делали, именно специальную. А так, как бы у меня план такой, как и у всех. Анна и Ирина, как известно, вернулись после рождения первенцев. Тут, кстати, рядом и замечательные отцы. Тренер команды Артем Лещенко и велогонщик Станислав Башков. Перерыв, да, действительно у меня получился очень большой. Я два месяца до родов практически ничего не делала, и два месяца после, это, как говорится, от слова совсем, только, ну, легкие пешие прогулки. Состояние стало получше, и тестовало получше, ну, и в целом переносимость нагрузок стала лучше. Ну, в плане биохимии, ну, там все хорошо, как бы показывает то, что я все перевариваю и тяну нагрузку, несмотря на то, что постоянно приходится, ну, ночью просыпаться, дочку кормить. При этом тебе все равно хватает ресурсов в организме, да, чтобы выдерживать работу потом? Ну, частое пробуждение, порой это бывает, там, ну, два раза, да, значит, порой это бывает и пять, вот, ну, все в зависимости от ее поведения, состояния, вот, ну, несмотря на это все равно, как бы, я удивляюсь именно настолько, оказывается, сильный женский организм, какой большой резерв и потенциал у него, когда, вот, несмотря на такой недосып, ну, я себя, слава богу, нормально чувствую. Кроме сестер Кручинкиных, обе, правда, уже выступят под фамилиями супругов, в самой объемной группе подготовки Романа Малуха из опытных Дарья Кудаева, хотя еще очень молодая спортсменка. Та за межсезонье, ох, как покопалась в себе. Немножко взгляды поменялись, я стала более, как бы, ответственно подходить к работе, не сказать, что я в предыдущие сезоны как-то плохо работала, но поняла, что вот на каких-то моментах нужно остановить свое внимание и над ними больше работать. Как бы, сейчас еще такой тяжелый период с учебой заканчиваться, и тоже, как бы, это, для меня это был ощутимый груз, и, то есть, все равно где-то при подготовке это влияло. Поэтому, я думаю, что в этом году уже все будет совсем по-другому. Вообще, как бы, произошло обложение команды, такое резкое, потому что, если в том году я была, можно сказать, самая молодая, то сейчас, как бы, вот, если брать, ну, вот, как вот, нашу команду, не берем там девчонок, что декреты вышли, я практически самая старшая стала внезапной, как бы, это было очень неожиданно. Я иду к олимпийской медали, и не одной. Елена Кулак, Алина Зайцева выросли на наших глазах с каждым сезоном, побеждая в гонках Кубка Белорусской Федерации Биатлона сейчас в национальной команде. Ты ходишь на равнину очень низко, это прям чуть-чуть нелегко, как будто соотносится. Здесь хороший коллектив, команда достаточно дружная, мы все общаемся. Достаточно хорошо добавился объем, интенсивность, и это нужно делать, потому что нужно прогрессировать. Ты готова выдерживать уровень, вот даже Кубок Содружества, если будешь выступать? Ну, если выступать во все этапы, то думаю, что все равно психологическая усталость, она накопится. А так, готова, наверное. Ты, глядя на них, вот не знаю, вот что можно им посоветовать вообще, не знаю, с высоты прожитых лет, прости господи, да? Ну, в хорошем, опять же, смысле, чтобы там не упустить чего-то, вот. И какие они вообще, вот это новое поколение Белорусского Биатлона? Не, вы все правильно сказали. Я-то сейчас, как можно сказать, в Белорусском Биатлоне самая старушка. Вот, но как бы себя я такое не ощущаю, как бы, ну, как бы я себя сравниваю 20 и сравниваю сейчас. Я не скажу, что у меня что-то по моим внутренним ощущениям что-то поменялось. Я, мне кажется, сейчас даже себя лучше чувствую, возможно, чем тогда. Сейчас, мне кажется, молодежь очень за ней хорошо следят, контролируют. Может, даже намного больше, чем раньше. Там, их оберегают, опекают. Вот, сейчас очень много информации, чего можно почитать, которые раньше у нас не было и в плане питания, и каких-то там упражнений. Поэтому я считаю, что они, ну, должны быть, ну, намного впереди. Если сравнить нас 20-летних и их 20-летних, они должны быть на уровень выше. Так с женской командой работают в Траубичах с мыслями о возможном сборе в горах. Ведь Олимпийский магический 2026 наверняка у каждого как стилеобразующий ориентир. В нашей стране, конечно, есть нехватка женских кадров, есть нехватка спортсменов высокого уровня, которые бы смогли достойно защищать честь нашей страны на международной арене, на тех соревнованиях, на которых мы выступаем. И, как я уже повторился, девушки есть девушки. У каждой есть своя, помимо спорта, есть своя жизнь, на которую тоже нельзя сбрасывать со счетов эту жизнь. Кто-то уходит в декрет, кто-то возвращается. И вот этот год, он такой, наверное, будет, именно этот год, он будет такой немножко разноплановый для каждой спортсменки. У каждой спортсменки будут стоять свои задачи на этот сезон. То есть, я так понимаю, сейчас команда в стадии формирования, вот этот сезон, но все равно какой-то пул девушек потом сформируется в единый коллектив. Правильно я понимаю? Да. Ну, естественно, мы все-таки, скажем, наверное, сконцентрируем свое внимание, это в первую очередь на Смольской Динарии, Анне Солы, скажем, Ира Лещенко, Ира Шаклеина, Кудаева Даша. Если у нас из молодежи кто-то подтянется, скажем, зайцевый кулак, или еще кто-то проявит себя, то тогда уже будет, понятное дело, следующий год, и через год при непосредственной подготовке уже, конечно, будет сформировано один общий кулак, который будет готовиться целенаправленно. Должность под давлением все-таки, потому что биатлон, вы понимаете прекрасно, он очень любим зрителями, да, и отсюда такой спрос, ответственность, то есть вообще думали, или бы это давно уже какое-то обсуждение шло подобного характера? Ну, в 19-м году мне было уже предложено быть в национальной команде, я это уже второй раз сюда попадаю. В 19-м году я помогал Владимиру Королькевичу и Василию Михайловичу Ильиченко. Уже там как бы прошел, получил небольшой опыт, так сказать, развиваться в сторону организатора, поэтому в этом направлении вот я стараюсь очень сосредоточенно работать, где-то жертвуя уже временем на себя. А ну, вы же молодой отец, насколько я знаю еще, да, то есть, я так понимаю, даже в этой ситуации все равно удается, да, вот разганичивать и вкладывать в профессию много ресурсов сейчас. Совершенно верно. Тут надо делать выбор, либо в сторону профессии, либо в сторону семьи. Сейчас я полностью погружен в профессию. Любой сборный существует, и хорошо, что он у нас сейчас наступил за, можно сказать, за 2-3 года до Олимпиады. Я бы его, наверное, еще и в прошлом сезоне сделала, ну, так, чтобы уже юниорки подстраивались, подкатывались. У нас не слабые юниорки, они, конечно, все очень хорошо стреляют, и, наверное, даже мне было бы интересно что-то, как-то с ними потренироваться и что-то подсмотреть для себя, потому что все-таки карьера длинная, где-то что-то может замыливаться, а девочки, они такие амбициозные, дерзкие, можно сказать, поэтому где-то рискуют на стрельбе. Главные старты текущего сезона, они будут моделироваться под промежуток, когда будет проводиться Олимпиада. Интересно, прям, знаю, там, вот с головой, вот это, с вдохновением каким-то погрузились, либо с большей опаской. Какое внутри у вас такое состояние прямо сейчас? Нет, у меня состояние достижения максимального результата, и сделать все от меня зависящее и все возможное, чтобы команда была сплоченная, чтобы команда достигала максимальный результат. Это основная моя цель. На сегодня почти все. Новак Джокович продолжает оставаться одним из лучших теннисистов современности, уже находясь в ранге легенды спорта. 11 июня он в третий раз в карьере выиграл Ролан Гарос, победив в финале Руда. И теперь он, послушайте внимательно, 23-кратный обладатель титулов турниров «Большого шлема». Оставаясь патриотом своей родной Сербии, Новак является олицетворением большого победителя. Спорткадр будет в эфире спустя неделю. Берегите себя. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова